В прошлом году сотрудниками правопорядка в нашем городе было выявлено несколько коррупционных схем. Полицейские работают в тесном взаимодействии с УФСБ, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом и территориальным бюджетным надзором. Благодаря информации из этих источников удается своевременно выявлять преступления должностных лиц. Фигурантом одного уголовного дела стал сотрудник ядерного центра. Который был замечен в схеме хищения денежных средств. В настоящее время ему вынесен обвинительный приговор. Получил несколько лет лишения свободы. В отношении другого госслужащего сотрудники правопорядка собрали материалы по нескольким фактам преступной деятельности во время его работы в одном из подразделений МЧС нашего города. Уголовное дело рассмотрено в суде и ему вынесен обвинительный приговор. Также на заседании комиссии по противодействию коррупции в Сарове представители Департамента финансов рассказали о мерах по предупреждению хищения денежных средств из бюджетов всех уровней. С мая 2017 года между Департаментом финансово-администрацией и прокуратурой города Сарова заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В чем это связано? То есть все материалы контрольных мероприятий, проведенных нами, мы направляем в прокуратуру. Так, в 2018 году при осуществлении внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений было проведено 9 контрольных проверок, результаты которых направлены в прокуратуру. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.